Папуа Новая Гвинея 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 Иврит 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 стал примером языка, который был почти утерян и затем возрожден. Ему не менее трех тысяч лет. Говорить на нем перестали в первой столетии нашей эры, но продолжали использовать в письменном варианте. Иврит был возрожден в 19 веке с подъемом сионизма. Сегодня иврит является официальным языком Израиля и родным языком для более чем пяти миллионов человек. Всего же на нем говорят более девяти миллионов человек по всему миру. Папуа Новая Гвинея В отличие от иврита, тамильский язык непримерно использовался не менее двух тысяч пятисот лет. Как в литературе, так и в повседневной жизни. Сегодня на этом древнем языке говорят более 80 миллионов человек. Он используется в основном в Индии, Шри-Ланке, Малайзии и Сингапуре. Хотя тамильское население есть в Гаяне, Фиджи, Суринаме, а также в Тринидаде и Табага. А совсем недавно эмигранты перенесли язык в Австралию, Европу, Канаду и США. И вот вы видите в принципе вставки то, как выглядит тамильское письмо. И я его считаю вообще самым красивым в мире. Ну посмотри, это же, это, это филигранная красота. Это сложнейшее вообще, это нереально сделает. Я пытался на санскрите, но хрень полная получилась. Но оно выглядит вот шикарно. Это муа! ГОНЕКОМ АНАНЕКС КЕМЕРЕН МАЛАЙЙО이�єили Субтитры сделал DimaTorzok Арабский язык Арабский язык появился на Аравийском полуострове в начале нашей эры. Затем распространился в Африке и на Ближнем Востоке. Между 8 и 12 веком это был язык философии и науки. На арабском языке, языке ислама и Корана сегодня говорят 420 миллионов человек. Официальным языком он является в 24 странах. Субтитры сделал DimaTorzok Эушкара или баскский язык. Происхождение Эушкара, древнейшего европейского языка, до сих пор остается загадкой. Он не связан ни с одной другой известной языковой семьей и является единственным оставшимся языком, на которых говорили в Юго-Западной Европе до того, как римляне колонизировали этот регион. Статистических данных по этому языку очень немного, но известно, что на сегодняшний день на нем говорят по крайней мере 750 тысяч человек. В основном это отдельные регионы Испании и Франции. В Испании он имеет хотя бы официальный статус в стране басков, а вот во Франции нет. Субтитры сделал DimaTorzok Эушкара, который работает в стране, появился в стране Commerce. И естественно, она не previous в стране, которая работает в стране и она не всталкивается в стране. Она работает в стране, и она работает в стране. Науатль! Возможно, вы о таком языке точно не слышали, и я тоже, но вот всё-таки о нём нужно сказать, потому что это один из древнейших языков, на котором говорят. Это один из самых распространённых языков коренных народов Северной Америки. На нём говорили в Центральной Мексике с 7 века нашей эры, и когда-то он был языком империи ацтеков. Сегодня 1,5-2 миллиона человек говорят на каком-либо варианте языка Науатль. Несмотря на это, язык находится под угрозой исчезновения, потому что молодому поколению его попросту не преподают и заставляют учить испанский и совершенно некрасивый и ужасный английский. Между прочим, многие распространённые слова, которые пришли к нам через английский, например, томат, шоколад, авокадо или койот, родом как раз из Науатля. Это один из самых популярных дворец людей с м Ak Latойeninа. Н Conservation с м前ным我們 живёт в ТВ, этот Help Нелитока Мексике с той день, куда-тоешествует о войне можно сил. Мы генерализуем себяس и дальшеasty даже сueем их поблокот. Китайский язык Китайский не только самый распространенный по числу носителей язык в мире, но и один из старейших языков мира. Китайские иероглифы были найдены на обычаих костях и панцирях черепах, относящихся ко времени династии Шань. Это означает, что языку не менее 3000 лет, а возможно даже больше. Существует много разных вариантов и диалектов китайского, но самый распространенный — мандаринский. Вариации диалекта китайского языка звучат совершенно по-разному, и ученые даже относят их к отдельным языкам. Однако, единая письменность позволяет носителям разных диалектов легко общаться через текст, даже если они не понимают друг друга в разговоре. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и под конец я все-таки немножечко вставлю греческий. Хоть и сейчас говорят на новогреческом, который отличается от древнегреческого, о нем все-таки, я думаю, стоит сказать. Появление греческого языка датируется около 1300 годов нашей эры. Древнегреческий язык считается вымершим и сохраняется как язык церковных богослужений. Также он до сих пор преподается кое-где в Бельгии, в старшей школе, в гимназиях в Нидерландах и Германии, и, конечно же, изучается в средней старшей школе в Греции. Переводная древнегреческая литература классического, а также частично архаичного периода стала неотъемлемой частью европейской и североамериканской культурной традиции. На современном греческом говорят не только в Греции на островах, а еще в Турции и на Кипре. Кроме того, заимствования из греческого языка присутствуют во многих западных языках. Как отмечает профессор Тамара Грин, в книге «Греческие и латинские корни английского языка» 60% английских слов имеют греческие или латинские корни. А если говорить о специализированной научной лексике, то этот показатель возрастает до 90%. На греческом сегодня говорят 12 миллионов человек. «Фαίνεσαι λίγο… κουρασμένος» «Сκεπτικός» θα έλεγα. «Еίναι φυσικό το αν έχει κανείς γενέχλια, δεν είναι» «Θέλεις, δεν θέλεις, κάνεις τους απολογισμούς σου» «У παππούς μου, ο πατέρας μου, οι σοίοι μου» «Όλοι αφιέρωσαν τη ζωή τους στη νομική επιστήμη». «Το ίδιο έκανα και εγώ». «ΣΗ, τι λιώ он это?» «ΣΗ, Ήλοι αφιέρωσαν τα πνεύματα…» «Ατι και εξατήσουν το ανώσυχα!» «Το ΒΑΓΘΑΙΣ ΙΑΚΙΣΚΙΣΗ!» «Ετε συχνά τόσο ανώσυχα!» «ΣΤΑΙΑΝ και εφημείς, και σύντ*** το «ΤαφιΑ ΒΕΛΙΚΗ». В общем, если живьём хотите послушать греческий, езжайте в Грецию. Если хотите послушать баскский, езжайте в Испанию, в страну басков. Если же иврит, отправляйтесь в Израиль. Ну а если же тамильский и увидеть прекраснейшее тамильское письмо, езжайте в регион Тамил-Над в Индию. В этом видео я упомянул далеко не все языки, которые являлись древними и на которых говорят сейчас. Например, я не упомянул фарси, я не упомянул дари персидский, ну это диалект персидского, я не упомянул армянский, я не упомянул ассирийский. Ассирийцы ещё существуют, если что, как народ. Вот тот вот самый древний. Поэтому, ну, если уж что-нибудь да этот ролик да и соберёт, вот такие вот рамки у меня будут, то, наверное, будет вторая часть. Хотя, кому это надо? Разве что только мне. Будет интересно, запишу. Не будет интересно, ну, и не надо. Если вам понравилось моё повествование, вы знаете, что делать. Кой-то или мы лугумельдис, театами до теха, ой-та.